Интересно, почему шахматного ферзя называют королевой? Королева Изабыла Кастильская, снарядившая в 15 веке экспедицию Колумба, стала прообразом шахматной фигуры ферзя. До этого времени ферзь считался мужской фигурой и носил название Альферза, что в переводе с персидского значит помощник. В то время Альферза был достаточно слабой фигурой и мог ходить только на одну клетку, как и король. Приходом к власти королевы Изабеллы испанцы изменили пол и влиятельность этой шахматной фигуры. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему в ракушках слышится шум моря? Все дело в том, что звук моря – это не что иное, как измененный шум окружающей среды, отраженный от стенок раковины ракушки. Чем больше шума вокруг, тем сильнее шум моря в ракушке. Ее размер и форма также влияют на издаваемый шум. Чем больше ракушка и чем больше у нее изогнутости, тем насыщеннее получается шум. Для того, чтобы услышать шум моря, вовсе не обязательно иметь в доме ракушку. Такой же звук можно получить при помощи обычного стакана или даже ладони, приложив их к уху. В науке такое явление называется резонансом. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему гром всегда гремит после вспышки молнии? Молния и гром – это два различных явления, которые всегда сопровождают грозу. Молния – это яркий свет от электрических разрядов. А гром – это звуковое явление, которое сопровождает разряд молнии. Раскаты грома возникают из-за того, что молния имеет значительную длину. И звук от разных ее участков доходит до нашего уха не одновременно. Измеряя интервал времени, прошедший между вспышками молнии и ударом грома, можно приблизительно определить расстояние, на котором находится гроза. Обычно гром слышен на расстоянии до 20 километров. Поэтому, если мы видим молнию, но не слышим грома, то гроза находится на расстоянии более 20 километров. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему у трактора задние колеса больше передних? Трактора – это машины-тягачи. Они созданы для того, чтобы ездить по проселочным дорогам с грунтовым покрытием и по мягкой пашне. Поэтому важно, чтобы они не увязали в мягком грунте. Для этого-то и нужны и большие, и широкие задние колеса. Ведь на них приходится основная нагрузка. Благодаря грубым шипам, колеса хорошо сцепляются с почвой и не буксуют. Если бы задние колеса были маленькими и узкими, трактор безнадежно увяз бы при езде по пашне. Размеры передних колес трактора меньше. На них приходится меньше тяжести. И им не надо приводить машину в движение. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, откуда паук берет свою паутину? Дело в том, что в брюшной полости пауков есть многочисленные железы. Они открываются мельчайшими предельными трубочками, которые находятся на концах шести паутинных бородавок. Паутинные железы вырабатывают вязкую жидкость, состоящую из белка. Она выделяется из паутинных желез и застывает на воздухе в виде тонких нитей, которые и являются паутиной. Плетение паутины – это целая наука. Первая нить, которую паук вытягивает из задней части тела, служит для создания основы паутины. Она самая прочная. Затем делается временный каркас из центра паутины к внешним краям. Ну а после паук плетет сеть по кругу от внешнего края к центру. Временный каркас при этом паук съедает и заменяет его на эластичный и липкий шелк. Гуляя в лесу или парке, понаблюдайте за тем, как трудолюбивые пауки плетут свою паутину. Это же настоящее чудо природы! Подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии!